Скажите, я просто с этим вопросом, а мне сказали, что это как бы родовая такая система. Да, 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 осенье пальто можешь не покупать, это всё неизлечимо, осенью помрёшь. Не, ну то есть это точно именно физика, ну то есть энергия, физика, то есть не надо копать дальше, там что-то купит ещё. Все болезни человека связаны, все органы связаны с психической энергией. Психическая энергия является основой для жизни. Она не движется нормально, дальше всё остальное разваливается. Врачи об этом не знают. Они на уровне физиологическом, антомическом, на уровне молекулярном могут понять, что происходит. А для этого всего нужна энергия. Я вам сказал, чтобы энергия эта появилась, что делать? Читайте методичку, на три слоя чиститесь, вычисляйте свой организм, через восемь месяцев начинается восстановление кишечника. Всё? Да, спасибо. А можно ещё вопросы? Давайте всем остальным тоже дадим, потому что у вас слишком много одной. Давайте спереди поговорили, теперь сзади вот девушка там сидит. Сидение вот в красненьком, ага, в розовеньком. Здравствуйте. Или это как называется? Малиновенький? Виолетовенький, вот. Виолетовый. У меня такая ситуация, связанная с разводом с мужем. Дело в том, что я в пять лет, когда мне было пять лет, у меня был развод родителей, очень тяжелый. И в пять лет я только узнала о Боге, ну как-то так случайно получилось, может быть, раньше даже узнала, не знаю. И я как-то так посмотрела на Бога, подумала, ну как бы мысленно. И подумала о том, что я хочу быть верной. И я дала обетверденности, что я буду верна своему мужу до конца своих дней. То есть, что у меня будет один муж. Но муж, это не значит, что муж тоже давал обетверденности. Да, это не значит. Я просто подумала, что можно дать так, это просто для Бога сделать. И получается, у меня сейчас такая ситуация, несколько месяцев мы разводим, там была тяжелая ситуация. Я думаю, что мне делать. Насколько я знаю, мужу не верили. Он уехал в другой город, то есть оборвал контакты, уехал в другой город. Почему? Ревность. Он меня перерывал. Кому? Была такая ситуация, то есть, когда он начал говорить про возвод только первый раз. А почему он начал говорить про возвод? Я не знаю. Просто я даже не успела спросить по причинам, мне просто стало плохо. А вы не обижались на него? Нет, я на него не обижалась. Мозг не выносили ему. Может быть, может быть, может быть. Но так получилось. Вот женщины, они так мозг интересно выносят, даже не замечают. Да. Они так сами, не знаю, разве я выносила мозг. Он уже там бедный на стены лезет, а она все, не понимает, в чем дело. Он шутил, что выносит мозг, вешает мозг чайными ложечками. Ну, как все женщины, да. Но надо как бы пожалеть мужичка своего, иначе он убежит. Да, и как бы такая ситуация, я думаю, что он мне делает, потому что мне все такие, ну, как прошло порядочно, вот несколько месяцев уже, мне просто все говорят, типа, выходи за другого замуж, там, за другого, там. Вот, а я люблю его, я просто его люблю. Парней так много холостых, я люблю женатого. Ну, со своего, скажем так. Да, да. И я, ну, возможно, привязанность, да, там еще что-то, я готова как бы работать на сходе, у меня это как-то меньше крови, чем... То есть вы Богу говорите, отдавай мне моего мужика, все, мне другие не нужны, я клятву давал, отдавай мне моего мужика, через меня вы ему говорите. Он улыбается у меня в сердце, ему смешно. Ну, да, это смешно, но я думаю, что лучше быть одной, даже, ну, как-то... Моя хорошая, а вы не решаете, что лучше. А если он погибнет, или еще что-то с ним случится? Что тогда, будете одна жить, что ли? Я верю в Бога, я верю очень сильно. А вы верите не в Бога, а в мужика сейчас? Ну, может быть. Потому что если бы вы верили в Бога, тогда вы бы ему подчинили свою судьбу и не выпендривались. А вы сейчас упрямитесь, и, во-первых, это факт, что надо возвращать человека, какое-то время еще придется возвращать. Он уже развелся с вами или нет? Да, он развелся. В какой город он куда уехал? В Казахстанбург. Сейчас, как его зовут? Владислав. Владислав Сергеевич. У вас сейчас очень тяжелый период идет, связанный со статическим напряжением. То есть у вас энергии воды очень мало в организме. Очень ранимая, чувствительная, нервная. Вот сейчас хоть кого вам подставь рядом, никто не выдержит. Я беру воду. Да, я понимаю. Вот, надо начать в ванне лежать, статические упражнения делать, надо начать себя восстанавливать. Потому что если вы себя восстановите, то тогда, возможно, что с ним что-то будет налаживаться, с этим человеком. Пока такого не видно, но видно, что вы его как бы задолбали, и он свалил. Ну, если так русским языком, вольтерным говорит. Вот. Ну, вот так я вижу ситуацию. Я согласна со всеми с вами. Но девушки, они такие вот, они такие хорошие всегда. Такие добрые. Они абсолютно не виноваты ни в чем. Это все понятно, но, ну, вот, я вижу ситуацию вот так. Человек устал от напряжения просто и решил как-то по-своему свою жизнь построить. Женщина, берегите своих мужиков. Не надо их заваливать своими эмоциями чрезмерно. Они быстрее загнутся, чем вы думаете, или свалят. Вам кажется, что он еще сможет какое-то время. А у меня вопрос еще по эмоциям. У меня так получилось, что я очень сильно выражала разные эмоции. То есть, как бы негативные, но в том числе и позитивные. И мне очень нравилось выражать ему свою любовь. То есть, я там стихи писал, нет, да? Ой, это, моя хорошая, это очень опасно. Да. Это называется любовь-вера. И когда у человека любовь-вера, то его всегда бросают. Потому что человек не выдержит никогда любовь-веру. Ни один человек не выдержит. И верить надо только в Бога. А как, например, перенаправить любовь к Богу? А завтра будем этим заниматься. Завтра будем учиться направлять любовь к Богу. Это очень сложно. Потому что цель человеческой жизни любого человека – это любовь к Богу. Это самый большой дар в жизни. А любовь к человеку – это же проще. Вот взять всю свою энергию любви и долбануть на человека. Ну, я заметила разницу. Я стала задумываться, потому что, когда ты веришь, ну, когда ты сильно любишь человека, чувствуется страх. Когда ты сильно любишь человека, то он начинает нагреть, начинает становиться гордым. А он меня обогрел или просто тяжело стало? Просто тяжело. И то, и другое. Все вместе. А плюс еще плохой период начался. Ну, мы тоже. Конечно. Примерно так. В общем, прогнозы. Если вы дальше будете так сильно… Любовь, вера у вас в сердце, она абсолютно безнадежна. То есть, если в таком состоянии будет находиться, он никогда не вернется. Это железно просто. Если вы сможете полюбить Бога и успокоите свои чувства к Нему, и еще уберете все остатическое напряжение, которое вам вообще ни с кем рядом не дает жить, возможности, то тогда в этом случае вероятность его возвращения есть, но небольшая. Через полгода тема закрыта полностью. У вас есть полгода, чтобы молиться, пытаться его вернуть. Если за полгода от сегодняшнего дня он не вернется, значит, он не вернется никогда. Вот. Вероятность, что он вернется, три месяца вообще никаких шансов, потому что у вас плохой период идет. А остальные три месяца вероятность я сейчас даю вот на данный момент 25% из 100%. Ну, и могу даже это вам аргументировать. Он ведет с вами себя сейчас спокойно, он общается с вами спокойно, отмороженно. То есть, вы у него не вызываете никаких эмоций. Ну, то есть, он не злится, не радуется. Мы все равно. Так? Ну, скажем так, я у него заблокирована, но мы общались с ним, то есть, какие-то звонки были, да, ведет себя спокойно. Ну, чего вы заблокированы? Почему? Чего вы такое сделали, что он вас заблокирует? Накричала у него сильно во время развода. Он очень от боли. Ну, вот видите, вот это всегда такая лава любви, ее уже куда-то надевать. Или положительные эмоции, или отрицательные. Куда-то надо ее долбануть, человека ей. А не выдержит никто. Да, я вообще после этой ситуации даже не вставала какое-то время. Единственное, я смотрела, ну, думала о Боге, и думала про его любовь, что я Богу так уверила, что, типа, даже если есть один процент из ста, то... Верни мне мое все равно. Сюда, мужика. Не получится, моя хорошая. Я бы думала так, что, типа, ну, да, это моя... Если вы... у вас любовь, вера, даже ни одного процента нет. Потому что Бог никогда не даст человеку деградировать. Живя вы с этим человеком, вы забудете о Боге. Поэтому у вас есть только один вариант. Или сейчас успокоить свое сердце и попытаться вернуть. Если вы не успокоите сердце, он точно не вернется. На 200 процентов, я вам говорю. Поэтому думайте о Боге, молитесь. Человек сейчас бессмысленно о Нем думать. У вас ничего не получится. Неправильная любовь. Это страшная штука. Я изучаю эту тему. В основном, в большинстве случаев, эта любовь возникает даже не в этой жизни. Вот, допустим, если взять вас, то в прошлой жизни вы жили на другой планете, выше, чем Земля. И вы там жили примерно 110 лет где-то. И из них где-то 65 лет вы жили душа в душу с одним человеком. Ну, как человеком, который там жил. Ну, они все похожи примерно на нас. Все там. И там разных планет живые существа похожи внешне. Это по образу Господа все создается. Жизнь во Вселенной. Вот. И у вас там была счастливая жизнь. И вы сейчас вот этого того с этим перепутали. Вы как бы вот того вспоминаете, а кажется, что это. То есть, потому что того-то здесь нет. А вы путаете, вы смотрите на этого и думаете, что он должен так себя вести, как тот, а он так себя не ведет. И у вас просто сердце разрывается. А у меня такой еще момент. Дело в том, что когда мы с ним встретились столько, у меня были видения. Прям сны были, что я была с ним. Вот вы были не с ним, а с тем, кто похож на него. И вы перепутали, поэтому любовь и вера развелась. А из-за того, что вы там на той планете перепутали человека с Богом, так сильно любили, забыли про Бога, поэтому и попали на Землю. И сейчас, если будете дальше так себя вести, попадете еще ниже. Поэтому надо заканчивать это безобразие. Надо Бога на первое место поставить, человека на второе. Вот. И дальше счастливо жить. Вот так надо. То есть можно человека любить, но Бога сильнее. Тогда будет баланс. Если человека, то ты в него все вкладываешь в свою дурь вот эту. Мы же бесконечные в любви. Только Бог может выдержать. Человек не выдержит, он сгорает от этой силы. Или начинает наглеть, или с ума сходит, или убегает. И эмоции эти женские, они же бесконечной силы. Вот, допустим, у Господа есть супруга. Ее эмоции как океан. Она, когда обижается на Господа, то это лавина эмоций океана. А ему нравится, он счастлив. Потому что только Бог может эти эмоции выдержать. А ни один мужчина не выдержит. Но женщине, естественно, обижаться, когда она любит, это естественное состояние для нее. А мужчина не выдержит, потому что он же не Бог. Он этот удар эмоций, любви не может выдержать. Понятно? Поэтому вы его задолбали. Это нормально. Он сбежал от вашей любви. Не выдержит. Ну, мне не страшно. Мне не страшно, потому что я верю очень сильно в Бога. И, ну, просто я очень много молилась за разных людей. И Бог исполнял молитвы. Я так благодарна Богу, что просто есть. Не страшно, и значит, надо довериться Богу, да, и Бог даст другого, ничего страшного. Вот так. Чего? Нет, не хочу. Просто я верю, что есть свобода в выборах. Я верю, что Бог... Свобода в выборах есть также и у Бога. Да. И только у вас. Даст эти вночество, даст эти вночество. И Он вам может дать другого. Уже дал. Много, много, у меня есть много вариантов, но я добыл одного. Эх, раз, еще раз. Да, я думаю, проблема именно любви и веры. И, как бы, если я это смогу преодолеть, то я больше... Да, вы глупитесь сейчас, вы упрямитесь, а не верность испытываете. Идите ко мне вам, подарю, куда. Запомните такую вещь, моя хорошая, и все остальные. Любовь — это не то, что вы говорите. Любовь — это взаимное чувство верности. Любить неверного человека нельзя. Все, вот вам мандаринка. Он не верен. Нет, он вам не верен. Он уже познакомился с другой девушкой. Вот, а вот, вот. А вы будете жить с кем-то другим. Через год, когда я приеду к вам сюда, у вас поменяется мышление, вы подойдете ко мне и скажете, «Олегина, если вы были правы, у меня появился хороший человек». Если он вернется, ему будет в вашей лекции через год. Через год он к вам не вернется, потому что у него уже другая. Ваше упрямство скоро закончится. Вы верите в человека. И вам этот экзамен придет создавать. Потому что любой человек, который упрямится, верит в человека, думает, что он верит в Бога, на самом деле в человека, не хочет слушаться никого. Результат будет именно такой, как я сказал. Успокоите свое сердце и дальше будете жить. Вперед пойдете в жизнь. Вот я сказал, 25% не в том сознании, в котором вы сейчас находитесь. Вы находитесь в отшибленном состоянии, в котором вы упрямитесь жестко и верите в человека, а не в Бога. Все, мой хороший, с вами разговор закончен. Бесполезно. Сейчас вам что-либо объясняю. Ваш вопрос. Добрый вечер. У меня такая ситуация. Мы с мужем уже 20 лет. Дело в том, что он работает в другом городе. Получается, что мы с ним половину времени вместе. Половину времени вместе. Ты морячка, я моряк. Да. И рыбачка, я зуба. Все хорошо. Мы на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Но настал пик, когда я уже к нему начала относиться как к другу, как к отцу детей. Да, да, да. Такое бывает, да. А он с вами общается, когда домой приезжает? Нормально у вас близкие отношения? А это не потому, что он далеко живет. Потому что любой человек устает от любого человека. Даже не за 20, а за 10 лет достаточно. Потому что цель человеческой жизни — это Бог. Если Бог в центре, люди духовной практикой занимаются вместе, или хотя бы один из них, то любовь не тает. Любовь — это божественная энергия. Она основана на видении возвышенных качеств человека. Если вы не видите возвышенные качества человека, которые вам Бог показал с самого начала, друг в друге, поэтому любовь вспыхнула. Потому что Бог душу открывает людям. Если этого вы не видите, то тогда все будет затухать. И у вас затухает. Не потому, что вы далеко. Я тоже всегда далеко от своей жизни. У нас ничего не затухает, потому что мы занимаемся духовной практикой. Божественные качества культивировали в отношениях. Должно быть возвышенное мышление. Люди иногда... Ой, извиняюсь, спонтанная какая-то реклама вышла. Иногда горе. Объединяет людей. И они тогда вместе остаются. Иногда вера, чаще вера. Вот. У вас нечем объединять, потому что дети не могут объединять людей. И работа. Вот. У вас разрушает семья, потому что вы неправильно живете. У вас нет цели жизни возвышенной какой-то. И если бы была цель, то тогда все по-другому было. Это должно объединять. Хотя бы разлука. Понимаете? Но если они возвышенных чувств никаких не испытывают, просто вот быт, дети, работа, хоть близко люди, хоть далеко, рано или поздно все разваливается. Потому что человек хочет любви, чистоты. Он это видит, мужчина это в женщинах видит. Он ищет себе чистоту, другую женщину. Женщина ищет чистоту другого мужчину. И все разваливается рано или поздно. Потому что если есть в семье молитва, духовная практика, Бог, тогда искать нечего. Вот мне искать нечего. У меня есть вот это все. Жена стареет, много молодых девушек смотрит. Но при этом ничего, нормально все будет. Я так же, как она страдала все время. Мне Бог тоже испытал на любовь веру вот это чувство. Я ее понимаю, хорошо. Просто нет уже энергии, я уже устала. Надо начать молитву, духовную жизнь. Не думать о своей семье, она и так развалится. Если вы дальше вот этим путем поймете, она развалится. Ну то есть просто нужно начать заниматься духовной практикой. Завтра ритрик будет, помолитесь за свою духовную жизнь. Потому что в человеке вы уже разочарованы. То есть вы не сможете сейчас, изменив восприятие мира, с ним оставаться. Вы хотите счастья в жизни, правильно? Вы думаете, что счастье, оно находится в отношениях. Как все женщины думают, что оно в любви находится. Видите, даже дети вам не дают такого счастья, которое вы хотите. На самом деле счастье находится в других отношениях, более высоких и чистых, которые мы не понимаем. Люди не знают, что это такое. У них нет знания. И можно, не разрушая свою семью, найти этого счастья. Но если вы хотите сейчас бросить своего мужа, то дальше появится временный человек. Может он уже появился, который с вами не будет жить. Потом дальше 3,5 года одиночества, жесткого. Потом дальше другой человек, который хуже вашего мужа. И вы будете хоть думать, хоть кого-то надо. Потому что одной надоело. И вот такая дальше жизнь скитальческая. С тремя детьми. Трое уже у вас? Двое? Ну с тремя. Ну еще может быть третий даже. Спасибо. Успокойно. И от меня все уже плачут. Кого я не успокаиваю вообще. Что-то жестяк полный. Вот. Моя хорошая. Хороший у вас муж такой. Он трудолюбивый. Верный человек, добрый. Глубокомысленный. Неразговорчивый, правда. Вот такой немножко замкнутый в себе. В своей работе. В своей работе. Ну как все мужики. Как все мужики в основном. Мужчины очень редко понимают, как женщина надо себя вести. Что надо с ней вот по-доброму. Счастья желать. Как-то ей нужны эмоции. Какая-то любовь, доброта. Масли нет вообще. Давайте мандаринку берите. Спасибо. Вот. Чтобы у вас все хорошо было. Счастья вам. С праздником. Переживите это время. Переживите его. Еще семь месяцев осталось. Этот период плохой у вас начался где-то десять месяцев назад. Вам стало одиноко, грустно. Этот период должен разводить вашу семью. Через месяц самый пик будет. Вы уже прям настроены на развод. Жестко. Возможно у вас появится другой мужчина. По крайней мере сильно этого хотите. А Бог всегда выполняет желаем людей. Это все нехорошо. Сейчас период, в котором вы должны поверить Бога. И к нему обратиться. Семью разваливать не надо. Ничего лучшего вы не найдете в этой жизни, чем то, что есть. Не ищите счастья с мужчиной больше никакого. Не ищите. Просто думайте о Боге. Молитесь и пытайтесь возвыситься. Сердце своем обрести чистоту, покой душевный. И когда вы это сделаете, ваш муж через кризис поймет, как правильно себя вести. Начнет по-доброму себя с вами вести. Такое же было у вас лет семь или восемь назад. Был какое-то горе какое-то было. И он вас поддерживал сильно в это время. Он включился. Но сейчас видите, он заморочился, не понимая, как женщин надо себя вести. Но он поймет обязательно. Нужно просто вам из того экзамен сдать жизненный. Экзамен. Чего-то я... Вот так вот. Хорошо? Решили? У нас одни трагедии сегодня. Девушка улыбается. Олег Геннадьевич, здравствуйте. И я хотела выразить огромную благодарность за то, что вы даете нам знания. Судите, судите. Вот. Спасибо вам огромное. Я хотела задать вопрос, который касается моего мужа, бывшего Александра. Мы в разводе уже 4 года, у нас двое детей. И встречались с ним с 15 лет, прожили вместе 17 лет, потом развелись. У нас очень сейчас хорошее отношение. Я успокоена. Абсолютно мое сердце... Ну, то есть... У него кто-то есть? У него... Перемерное увлечение. Молоденький дедушка. Ну, видите, он как бы с вами прожил. А хочется же понаслаждаться. И он как бы... Не успел погулять. Не успел погулять. Да, вот такое у него. Надо вот все попробовать. Надо во все колпочки вставить палочки. И только весь какой-то на свете. Вот. У меня вопрос. Мне как бы устраивать свою личную жизнь? Или все-таки пытаться восстановить семью? Хотя я у него уже спрашивала. Ну... Что он сказал? Он сказал, что он хорошо ко мне относится как к матери детей. Но... Это и есть настоящая любовь. Да? Да. Вот когда человек относится как к матери детей, к женщине, это и есть возвышенные чувства. Потому что люди ищут низменных чувств. Они думают, что это лучше что-то. А вот он к вам возвышенно относится. Возвышенные чувства с вами, кульки-ли-ли-ли-ки. А что ты еще? Ну, примерно тот же ответ, что надо думать о Боге, молиться. Но вы идете этим путем, видно у вас. Да, уже 4 года как бы. Да, вы идете этим путем, у вас все получается. В целом вы уже восстановились, вы сдали свои экзамены. Все как бы классно у вас. Все отлично. Классно. Где-то год и два месяца максимум наблюдайте. Смотрите тенденции. Если он будет приближаться, 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 то... Ну, понимаете, когда такой хороший мужичок есть, зачем вам чужим баллам другим отдавать? Пускай будет своим. Очень хороший. Да, да, я вижу, что он очень хороший. Вот. Он приближается к вам. Надо его как бы потихоньку тянуть и душить. Подкармливать. Да, вот если домой приходят, кормить его вкусно. С любовью относиться к нему прямо как будто вы заигрываете. То есть, ну, ухаживая, ну, как вот это... Как девушки завлекают парней, вот так вот. Только у вас уже все права на него есть. У вас же есть дети от него. Можете его завлекать по полной вообще. По полной программе так и радоваться ему. Ааа, хорошо. И самое главное, смело себя вести, радостно так. И это называется программа «Надоест, свистнешь». Вот. Вот. У вас все очень предельно просто. Так как у вас, ну, хорошая судьба в целом. Вы сильный человек. То вероятность есть высокая, что он вернется. Уже она повышается постепенно. Последний год она начала повышаться. И сейчас уже больше 50% вероятности, что он вернется. Он этого не знает, еще не понимает. Он не дождался еще своей самой любимой. Вот. У него будет самая любимая еще. Не та, которая сейчас, а следующая. Самая любимая будет, которая его так долбанет, блин. Вот она еще не пришла к нему. Которая его так долбанет, что он просто ему уже дальше не захочется уже этим заниматься. Он поймет, что надо возвращаться к жене. Я как ободранный пес. Добрый, ласковый вернется назад. Но его еще не воспитали. Женщины, у них очень есть много воспитательной силы. Они могут любого воспитать. И он сейчас пока наслаждается жизнью. Наслаждение жизнью закончится через полгода. Все романы закончатся. И там дальше уже придет с косой к нему девушка. Да что? Нет, не та, которая совсем косит, а та, которая чуть-чуть его, как бы, чуть-чуть подкосит его чуть-чуть. Она его сделает несчастным. И вы его будете спасать. Будете его вытаскивать из этого состояния. Будете помогать. Он потом поймет, да что бегать. Надо возвращаться к своей, родной. Вы у него единственная родная. Все остальные чужие. Хоть и нравятся. Спасибо. У вас другая ситуация. Потому что вы уже сдали свой экзамен. Вы правильно все сделали в жизни. У вас правильная жизненная позиция с самого начала была. Когда человек верит Богу, он может пройти испытания все. Долгий путь. Но если он не вернется через год-два месяца, то сразу же Бог вам даст хорошего человека. Мгновенно. Молодец. Правильное мышление, блин. Мне нравится. И этот человек уже как бы на подхвате. У него конь уже стоит. То есть ему осталось скачать на него. Но сейчас рано. Вы не сдали свой экзамен еще. Вам надо все сделать. Ну, в общем, вот так. Год и два месяца. Это максимум. Минимум восемь месяцев. Бог вам даст знать, если через восемь месяцев точно муж не вернется. Такое тоже может быть. Тогда раньше на белого коняшку скачет этот человек в следующем. И он же где-то рядом крутится с вами. Вот так, чтобы все нормально. Мандаринка ловите. Да ловите вы же как ловкая. Все, молодец. Девушка сзади в очках. Олег Геннадьевич, я не знаю, что со мной творится. Я не могу запахи приносить. Ну, это на втором слое сильное поражение слизистых оболочек. Это идет от эмоций первоначально. Там сразу три блока. И статическое напряжение, динамическое и негативный тонус. Второй психический слой поражен. Это надо в воде на два слоя сидеть, статическое упражнение, длительное движение на два слоя и пост 24 часа. Методичку читаем, все делаем. Методичка у вас, возможно, скачивать есть. Организовали фоне, есть куда там скачать? Надо скачать. Скачали, да? Ну, все, кому надо. Вот скачивайте, делайте все. И через год и два месяца вот этой программы у вас начнет восстанавливаться нос. Очень запущенная ситуация. Она развивалась постепенно 4 года у вас. До этого, ну, как-то более-менее 4 года, плохой период идет. Сильно накопление токсинов в организме. Наверное, подъедаете хорошо по вечерам. Нет? Я от ходьбы стала худеть. А потому что сильное статическое напряжение. Сейчас нельзя ходить. Надо в воде сидеть и статические упражнения делать прежде всего. А ходить потом уже начнете. Если статическое напряжение сильное, человек ходит, и у него разогрев идет в организме. То есть еще хуже становится. Поэтому надо все делать четко по правилам. Не нарушать правила. Спасибо. Девушка, это вы вот плакали, вернулись, да? Или она ушла? Ушла. Жалко. Ну ладно, что делать. Так, ну ладно, последний вопрос. Кто сильно, кому надо, прям умирает. Ну давайте бы, прошу. Здравствуйте, добрый вечер, с праздником вас. У меня такой вопрос. Уже несколько лет у меня очень тяжело сильное психическое напряжение. И сейчас даже дыхание не нахватываю. Регулярное суицидальное с неба. И как-то я с этим очень справляюсь на постоянной молитве. Но не тем не занимайтесь, потому что если бы делать то, что надо, вы бы справились легче. И я даже утром, когда уже просыпаюсь, у меня уже состояние ужаса, и тело трясет, и я даже не могу порой бокал держать предметы. У меня просто все тело трясет, я спазмирована. Вот я хочу с этим справиться. Ну, читаем методичку. Вот какие с вами, как вы сказали? Пятый слой поражен. То есть полностью, то есть все три энергии получается? Ну, знаете, вот к сожалению, вот я смотрю, да, ну то есть это прямо с самого начала пятого слоя. Статический блок очень жесткий на пятом слое, очень жесткий. И плюс еще общая нехватка сильной энергии воды. Мне кажется, вы даже сейчас в воде лежать не сможете, будет трясти, холодно будет сильно. У меня постоянный холод, я постоянно нужна. Ну да, да. И у меня постоянная потребность, именно я хочу плавать, плавать и плавать. Ну да, да, очень сильная нехватка энергии воды. Статические упражнения надо делать. Сначала в воде сидеть 28 градусов, 70 минут, два раза в неделю. Потом дальше статические упражнения, там надо стоять 4 раза в неделю, стоять возле стеночки, по 60 минут, 65 минут доводить стояние. Потом дальше длительная ходьба 4 часа. Сейчас нельзя ходить, потому что это вас сильно перегрузит. Потом, когда месяца 2-3 вы статику уберете, можно ходьбу начинать делать. И дальше, или на 5 слоев баню сидеть, это при паре, когда тебе не жарко, и ты чуть-чуть потеешь, 50 минут надо лежать научиться. Но сначала на 5 слоев вода, потом парная, потом опять вода в конце на один слой. Но надо по методичке все делать. Или поститься 2 дня и 3 ночи, 60 часов, раз в месяц. Можно на воде, можно на зелень. Из зелени подходит лист салата и шпинат тоже подходит. Как долго? Через год и 2 месяца только очистится организм и начнет уходить болезнь. Плохой период продолжается сейчас. Он еще будет длиться 5 месяцев. Это значит, что за 5 месяцев ничего не изменится. Но если вы будете все это делать, то станет легче сразу. Как только вы начнете правильно все делать, легче будет становиться. Можете у нас в Англии, в оздоровительном центре, заказать расслабляющую схему. Вот такие браслетики с травой надеваются на тело. И еще семена в уши. Это снимет напряжение общее. Легче чуть-чуть станет. У меня снег напряжения, оно зашкаливает. И я всеми способами уже пытаюсь. Ну вот это вам поможет чуть-чуть. Но в целом надо все делать, то, что я вам сказал. Потому что напряжение идет от нехватки энергии. В основном не хватает энергии воды очень сильно в организме. Можно такой вопрос. Я просто занимаюсь цигуном и постоянно на ретритах. И даже если я там набираю энергию, я возвращаюсь в Москву. Я из Москвы к вам сюда приехала на ваши лекции. И буквально дня через два у меня все энергии куда-то опять деваются, опять висел. Ну, Москва не сильно подходит вам, как город. Но я вам говорю, что энергия девается от того, что улетучится энергия воды. Она улетучивается, когда у человека очень сильное беспокойство внутри. Отчаяние такое. И это вылетучивает воду. Можно два-три раза в неделю сидеть в 28 градусов 70 минут. И статические упражнения засасывают эту энергию. В воде побыли, потом статические упражнения делайте, она засасывает энергию воды уже в вас. Вот эти две практики надо делать постоянно. Вам легче станет. У меня сейчас, у меня были очень 20 лет очень тяжелые ситуации с семьей. Муж пил психически аномальные, то есть убивал, как бы и над детьми тоже пиновался. Я вам говорила, что у нас в России сейчас все хорошо. Но при этом беспокойство, вот этот фон никуда не девается. Вот как с этим состоянием тревожности? Все, не надо, бесполезно сейчас что-либо спрашивать еще. Вы, ну, по второму кругу пошли. Я вам сказал, что надо делать. Все. Спасибо. И плюс молитва, которую завтра будем пробовать изучать, как молиться. Новенького ничего не скажу вам. Все. Самое главное, все очень просто всегда. Вот настоящее знание, оно очень простое. Но делать непросто, потому что нужна вера. Вы сначала будете делать, потому что вам сказали, а ничего не будет меняться, и поэтому вы будете имитаться. Надо продолжать делать. А то, что вы сказали, не тем занимается, это не так ли чувствуется? А? Как вата, дождь, в холодной воде лежать? Подъедется сначала и лежать? Нет, ну как вата, дождь. Это 28 градусов, это же не холодная вода, она прохладная чуть-чуть. Вы путаете армедические термины с психическими. То есть есть напряжение в теле, а есть психическое состояние. Это разные вещи. Есть тело, есть психика. Кто мёрзнет? Кто мёрзнет? Я не обрежу. Но потом согреваться будете. Мёрзнете в воде 28 градусов, тряситесь 70 минут, а потом согреваетесь. Потому что тело, это одно, психическое тело другое. Вот вы лежите, допустим, 28, если энергии воды не хватает, а у вас не хватает в организме. Тряситесь 28 градусов, плавать лучше поэтому, чтобы не трясись, лучше плавать. А потом горячее уже, в тёплой согревайтесь и всё, и будет расслабить вас сильно сразу. Почувствуйте расслабление. Это вот после 70 минут, в 20 минут? Если замёрзнете, можно потом согреться. Конечно, надо согреваться, если ты чувствуешь, что замёрз, согревайся. У меня тоже эта вода холодная. Ну, согревайтесь потом, согревайтесь, нормально. Ладно, мои хорошие. Ну, то есть, вот это психическое заболевание можно вылечить вот таким образом. Аскезы через год и два месяца блоки уменьшаются, очень сильно уменьшаются, и всё, начинает психика восстанавливаться. Всё, надо в комплексе всё делать, не останавливаясь по графику. Итак, мы говорим о конфликте. Конфликт — это означает, что что-то надо менять. Обычная жизнь закончилась. Конфликт всегда нужен для развития. Если есть конфликт, значит, нужно развитие. Что-то ты не понимаешь. Нет понимания, нет знаний. Человеческая структура состоит из трёх уровней. Первый уровень — это психофизические, это энергии природы. Все люди на Земле сейчас страдают от истощения. У них нет энергии природы, поэтому все эти конфликты означают нет сил просто. Людям нет сил взаимодействовать друг с другом. Это главная проблема жизни. Но это не значит, что она единственная. Следующая проблема находится на более высоком уровне. Когда ты энергетически наполнился, дальше надо понять, что такое отношение вообще. Отношение — это служение. Это не желание. Вот желание себе что-то иметь, и никогда отношение не создаёт. Служение означает, надо чётко понимать, как тебе пожертвовать своей жизнью близкому человеку, что тебе для него сделать, чтобы он был счастлив. Мужчина должен дарить женщине доброе, очень ласковое, нежное общение, близкое. Вот посадите рядом с тобой и скажите, как ты живёшь. Она будет стесняться сначала рассказывать. Она будет рассказывать, надо слушать, говорит, да, ну, вот так вот нужно очень сильно, ласково себя вести. Это называется поведение. Ты не знаешь, что ты прям такой сильно ласковый сам по себе. Но поймите, что любовь означает поведение. Любовь — это не то, что ты там умираешь по людям. Любовь означает поведение. Вот, допустим, если мужчина по-доброму с женой, дамой, по-долушею, то начинает энергия любви двигаться. Когда она начинает двигаться, ты её лучше понимаешь, и потом больше любви. Потом ещё добрее себя ведёшь, ещё больше любви. Но сначала действие, а потом любовь. Не то, что сначала любовь, а потом действие. Всё наоборот. Мужчина, вот, уважение его взглядов, его и целей, уважение, что он прав. Вот, изначально считать, что он прав, а в деталях можно считать, что он не прав. Но в целом считать, что он прав, изначально. И это мужчине даёт чувство, что его любит, что его ценит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok